Женщины и люди Слезы полились по моим глазам Когда я хожу по улице родного Гойска Я из каждого утюга слышу эту потрясающую песню Так это даже не просто песнь Это клип Настоящее кино Анимационное кино Анимация в нем на уровне Волта Диснея Это произведение современного искусства Будут изучать в школах А также его культовость изучать в лабораториях Стоп! Вы не слышали эту песню? Быдло ебаное! Гой! Крестьяне кривозубые! Олухи огородные! Да как вы смеете не знать эту классику? Ну ладно Я вас посвящу Ох блять Смотрю на монтаже И прям до слез Лирика этого произведения Очень глубока Она смеивает пороки Современного общества Сами посудите Это песня Про дронов Убийц Рабочие и убийцы Не ладят между собой Это песня Про дронов Убийц Но Энн и Узи Докажут Их неправоту Я Узи Укуси меня Я Энн Я люблю делать всякую хуйню Я Ви Нет Узи Я доверяю тебе Я Джей Они не сбегут даже в мертвом состоянии Я Лизи Купаюсь в популярности Я Хан Я отвратительный отец Я Тед Крутые дети только Я Дол Хэллоу Хэллоу Неоновое свечение Город из стали Полон живыми машинами А также кучей тайных секретов Дроны-убийцы Их цель Неизвестна Потеряться в мире Где играет Песня Дронов-убийц Эх, бля Глубоко Лирика данной симфонии Что-то на уровне Пушкина Ну или даже Американского Опенинга Ван Писе Я этой песней Был Очарован Вы слышали Как эта песня Сложно написана Ни одно гитарное соло Драгонфорс Или полет шмеля Не сравнится Со сложностью Написания Данной композиции Эта райская мелодия Будет играть на моей свадьбе И даже на моих похоронах Эту песню Даже спел Официальный актер Озвучки Эна Из пиндосской Версии Мордодронов И это По вашему Не уровень Качества? Ну ладно Я заебался Трепаться Перед вами Быдлым Недостойным Поэтому Я пошел Всем Пока Недавно В фандоме Дронов Начался Один Небольшой Срач Связанный С одним Детским Каналом Под названием Benji X Scarlet То как На этом Канале Исполнена Анимация Явно Стыренно У Только Анимация Выглядит Раза в два Дешевле И Казалось бы Как так-то Недавно Этот канал Активно Формил Дешевые Анимации По Новому Мультфильму Pixar Головоломка 2 И Выглядели Они Весьма Паршиво Будто Бы Все Срисовали С одного Референса Не зная Контекста И Вот Наши Фермеры После Конца Хайп Оломки Стали Размышлять А на Какой Франшизе Поколение Альфа Головоломка Создает анимацию во Флэше. А, стоп. Флэш же умер. Создает анимацию в Адобе Анимейте за 5 минут. И стоит ему выложить анимацию в сеть. Фанаты Нузи, что съебало? Ее тут же начинают все срать. Фандом Дрон впал в культурный шок от увиденного. Теперь не только цирк с транс-треугольниками может похвастаться кринжом. В этой анимации было паршиво все. Его стали использовать как пытку. И фаны Дронов начали вилами гнать этот канал. А что сейчас? Тут, кстати, заканчивается оригинальный сценарий от Гигаша. И начинается уже мой офтоп. Сейчас, на удивление, все тихо. Бенжи и Скайлетт опубликовал еще парочку песен по Дронам. И почти мгновенно забил на них хер. Потому что хайп штука сезонная. А контент фермеры, как известно, постоянно за ним гонятся. На самом деле, в западном фандоме Дронов подобные митинги против контент фермеров не являются новостью. Вдобавок, сами гличи осуждают их деятельность. За что и получают в свою сторону шквал негатива со стороны подобных людей. Ну и в западном фандоме и не такое происходит, если честно. Взять тот же VR-чат с довольно сексапильными модельками персонажей сериала и кринжовым роллплеем. Так, какой же итог всей этой демагогии? Фандом Дронов это удивительное место. Да, в нем есть токсичные, странные, кринжовые прослойки. Но это далеко не большая часть фандома. А просто очень громкое меньшинство. И хоть с выхода финальной серии прошел месяц, фандом все еще живее всех живых. Люди продолжают рисовать арты, писать фанфики. Кто-то занимается фанатскими анимациями. Видно, с какой любовью они относятся к этому сериалу. И как они получают и приносят удовольствие своим единомышленникам. А случай с Бенжи и Скарлетт подтверждает сплоченность и искренность этого фандома. Каким бы кринжовым и токсичным он ни казался со стороны. А на этом у меня все. С вами был Жош. Огромное спасибо за участие в этом видосе Хенрику и Ягашу, написавшему львиную долю сценария. И заодно первую половину. Субтитры создавал DimaTorzok